Значит, я обещал прошлый раз, немножечко выяснил, что я пропустил одну тему, и она довольно существенная, а именно биография человека, это не столько биография, сколько деятельность, человека, которого зовут Робейну Гершаму Меорга Гула. Значит, Робейну Гершам светил изгнание, Орга Гула, светоче изгнание, как хотите называйте. Он, значит, проблема в том, что не очень хорошо известного. Вообще принятые даты, которые приняты в энциклопедиях ставить про него, это 960 год рождения и 1028 год, год смерти. Вы сами слышите, 960 год это на грани темного средневековья, поэтому насколько это надежно, есть некоторые относятся на 950 год рождения, дата смерти тоже не очень уверенная. Ну вот, где-то период понятен, да. Он, где он родился, вообще, вот чтобы было понятно, род деятельности, он глава Ешивы Майнц. Глава Ешивы Майнц, она очень старая, и ее основал еще Робейну один из, по-моему, а, Мошебен Планимус. То есть, это самое начало 10 века, 10 века, 1920-й, где-то так. И это одно из самых уважаемых заведений Европы. Еще раз, я напоминаю, род Кланимусов, это Северная Италия, который переехал в Европу, и вот главное их первое место, их пребывание и основание Ешивы в городе Майнц. Значит, по одной из версий, в одном из, это самое, он несколько раз в разных источниках называется Робейну Мэйр из Мэтц, это другой город, это не Майнц. Но у меня такое чувство, что они списывают из общего источника, а этот источник просто описался на одну букву. Мэтц, Майнц, на еврейском разница в одну букву. Опять, это не факт, что он родился в Майнце, это значит, что он там работал. По дате рождения вообще принято считать, что Робейну Мэйр учился у Рафгая Гаона, и это может быть. Рафгай Гаон, мы сказали, умер в 1037 году, то есть даже после Робейна Мэйра. Утверждается, что он учился у Рафгая Гаона, и ехал учиться, ездил учиться в Вавилонию. Не исключено. Дело вот в чем. Вообще про него известно, вот что про него, давайте так, письменные источники, которые про него есть. На него очень часто ссылаются в литературе респонсов, на него очень часто, от него остались стихи, пиюты. Пиюты. Обычные ашкенадские пиюты, такие, которые сочиняются, я всегда люблю эти пиюты этого сорта, это пиюты, сочиненные... Ну, смотрите, насколько легко сочинять на иврите в средневековом пиюты, я просто рифмы отслеживаю. Вы сами понимаете, в женский род ставим глагол, и дальше они все рифмуются, все глаголы женского рода, с настоящего времени они все рифмуются поголовно. Ну, трехбуквенные глаголы. Поэтому там сочинять можно, по-моему, вот в свое удовольствие. Поэтому это стиль, вот почему в арабском мире там рифмовать даже рамбом умел. Вот такой вот толщинный текст рифмованный. Хотя он сам говорит, что не поэт, даже рядом, но в детстве учили. Но в арабском мире точно так же вот рифмовать можно с некоторой легкостью. Поэт это все-таки не просто рифма. Ну, да. Известно, что он был учителем детей. Он был вообще милами в начале по профессии. Известно про него следует. Ему приписывают создание, что он занимался очень много на самом деле писанием. Больше, чем Талмуд. Ему приписывали долгое время книгу Ахлова Ахла. Это одна, это Масора Гдула. Это очень важный источник по точному тексту Масоры. Но по ряду признаков она была до него написана эта книга. Дело в том, что при его еще молодости на эту книгу ссылается, например, Ибн Джанах. А в те времена с такой скоростью книги не ходили. То есть очень сомнительно, что эта книга была написана им, это кем-то более раненый авторский книг. Значит, что еще про него известно? Вообще, надо сказать, что он безумно уважаемый человек. И вот про него, значит, что еще и письменного. В некоторых томах Тамуда на полях приведена в столбик Кокуски его комментарий к Талмуду. В общем, можете считать доказанным, что это не он, это кто-то другой. Это его ученик, может быть, или какой-то комментарий из Майнца. Просто из Майнца. Скажем так, на его комментарии не ссылается никогда Тасапот, никогда не ссылается Раши. Хотя на его ответы они ссылаются. Они знают его ответы, это довольно важный момент. Но на его комментарии не ссылаются. Надо думать, что он их и не писал. Но, но, вот что ему приписывает очень важно. Дело в том, что в Ишкиназе в X веке и до Раши была некоторая проблема с точным текстом Талмуда. Просто книг не хватало. И утверждается, что основная версия, которая лежала перед Раши, это та версия Талмуда, которую привез Робейн Мэйер из Вавилонии. Потому что Раши, конечно, очень много занимается точным текстом Талмуда, точной версией. Но у него уже она более-менее устоянная, у Раши. Но еще раз, чтобы было понятно, что версия хорошая, мы не находим в больших расхождениях версий между сепардскими авторитетами того же периода, что и Раши, и Ашкиназскими. То есть версия устоявшаяся уже есть. На самом деле, Робейн Мэйер Мюргогола, ну давайте какой-нибудь анекдот про него, это известный такой анекдот, что ребенку надо сделать обрезание в Роши-Шана. Значит, родился за неделю до этого. Обратились к мудрецам, когда делать обрезание. На что Робейн Мэйер Мюргогола сказал, что обрезание нужно делать после муссов, но перед трублением шафар. На что... Прямо синагоги тогда делали. На что куча народов взмутились и сказали, что тут вот митсва рабим, а тут одна, один ребенок. Ну как это? Митсва одного ребенка может отодвинуть по времени митсву всей общины. На что Робейн Мэйер сказал, что если бы не обрезание, то и шафар трубить было бы не надо, мир бы не устоял. Трубить было бы некому. Вот, не перед кем. И привел цитату. Если бы не союз мой день и ночь, шамай в ары слотный, то ему небо и земля бы не стояли. Привел сходу. И, в общем, ну это так вот. По поводу стиля, по-моему, остроумно и хорошо, и красиво. Кстати, красивая мысль по поводу того, что ребенка ввести в свое собрезание, чтобы он послушал шафар уже обрезан. Мысль, по-моему, достойная. Значит, про него, естественно, есть несколько легенд, анекдотов. Но дело в том, что главное состоит в следующем. Собственно, существует набор постановлений, которые называются Хэром Доробейну Гершин. Вообще у него много названий. Вот я сразу скажу, он называется Хэром, он называется постановление, теканод, постановление. Он как только не называется это. Гзерот Робейну Гершин, указание Робейну Гершин. Значит, эти постановления, собственно, вот, дело в том, что разделение на сефардов и ашкеназов, оно довольно интересное. Оно произошло… Ашкеназы выделились раньше, чем сефарды. И ашкеназы, как вот единая германская община, в основном считается, я думаю, что это правильно, считается с постановлений Хэром Доробейну Гершин. А именно в 1012 году, это основная дата, некоторые указывают 1021, некоторые 1012, это зависит от версии, которая перед вами лежит, было проведено большое собрание в лотеринге. В главе этого собрания стоял Робейну Гершин Моргагула. Надо сказать, что 12-й год для Майнца, это год изгнания евреев из Майнца, их изгнали на год, через год их туда вернули. Скандал был вызван тем, что там какой-то поп умудрился Геюр пройти. И, в общем, местный епископ просто взбесился и уговорил императора Римской империи выгнать евреев из Майнца, но через год император пришел к выводу, что убытки больше. Надо вернуть и вернул. Но там такая замечательная была история, ну, ровно в том самом 12-м году. Но там она продолжалась один год. Но, впрочем, там преследование, такое давление на евреев оно шло весьма сновательно, но оно шло тогда по всему миру. В Катемицкой, этой самой, как она называется, халифате, там еще почище номератки давали в это время. То есть, когда там мусульмане говорят, что они евреев не преследуют, поверьте, в 2008 году там, да, они сумели, они отличились. И продолжалось это там еще лет 10 после этого безобразия. Хотя, да, это противоречит законам, но это противоречит и христианским законам вообще-то. Ну, вот, значит, был, ну, 1012 год, основная дата. Дальше я скажу, почему я так, обращая внимание на эту дату. Я год прошу запомнить, это, 1012. Было, привезло большое собрание, на котором была издана серия постановлений. Значит, постановления такого рода в Ишкинастской именно общине и в сефардских общинах тоже, такие постановления называются хэром. Название хэром, вообще-то слово хэром означает отлучение. Имеется в виду следующее, что постановление, которое община принимает, утверждает, что всякий, нарушивший это постановление, подлежит хэрому – отлучение. Отлучение означает запрет на общественную жизнь внутри общины, на самом деле, не более того. Причем именно религиозная жизнь, например, бизнес таким человеком регулярно можно вести дальше. Учитывайте, что, например, вот запретить приходить в синагогу, можно при этом. Хэром – это вот такие постановления. А почему вы думаете про соглашение передъем Кипура? Первое, с чего начинает Шалих Цигур, по постановлению высшей ешивы и низшей ешивы, нам разрешено молиться с преступниками. Это разрешение отлученным в этот день молиться в синагоге. Это вот так. На самом деле, это основной смысл этого высказывания, что те, кто под хэромом, в этот день имеют право войти в синагогу. И молиться со всеми. Основной смысл этого высказания вообще-то когда-то был. Ну, сегодня более широкий смысл, но когда-то формальный смысл был именно такой. Была принята серия постановлений, касающихся… Вот теперь вопрос, кого касалось. Лоттерингии только. Лоттерингия – это, ну, Эльзас-Лоттерингия – ныне Франция. Но этот район, скажем, вот, евреи Франции говорили на французском, франконной называется франконская община, это специальный термин для французских евреев. Но внутри нее во времена Наполеона I Бонапарта была говорящая на немецком община, ашкеназская община – это община как раз Лоттерингии. И там отдельные законы шли разные абсолютно между евреями, Лоттерингией и франконскими. И по кодексу Наполеона, и по первоначальное постановление об эмансипации евреев касалось только франконских евреев, но не лоттеринских. Потом на них тоже была расширена эта проблема отдельная тема. Но потом в два разных постановлениях было сделано, разместенное по времени. Вот. Значит, это лоттеринги, но большинству народу… Дело в том, что авторитет Робена Мейра был весьма велик, и, в общем, практически всеми общинами Германской Римской империи, то есть Римской империи и Германской нации, практически эти постановления приняли все общины Германии. И, собственно говоря, наличие этих общин и определяет ашкеназских евреев. Я вообще люблю говорить, я, когда нужно переводить, предпочитаю говорить, что ашкеназы – это германы, говорящие евреи, а сефарды – это лодино, говорящие евреи. Но есть еще восточная община, которая никогда не говорила на лодино, например, иракская община, которая не имеет отношения к сефардам никакого, на самом деле. Из больших, я называю большие общины. Египетская, марокканская, алжирская – это лодино, говорящие. Лодино – это вариант костинского произношения испанского языка 15 века. Кстати, звучит лучше, чем испанский современный, на звучании, чисто на слух. Более открытый язык такой, более итальянский туда, ближе к итальянскому. Ну, у меня слабость к открытым языкам, фонетически к открытым языкам. Значит, ну, на самом деле, ашкеназская община, где-то крайний ее признак, самый простой признак – это принятие херемов на постановление рабо-набиржа. Здесь есть споры по поводу, что было принято на том собрании, а что было принято позже другими общинами и получило распространение по всем общинам. Известны два центральных постановления, потому что они сильно очень повлияли на все на свете. Это два постановления, а именно запрет многоженства. Второе, обычно, когда говорят херем дарабей, но гершин подразумевает, что ашкеназским евреям запрещено многоженство. И второе – постановление, которое запрещает принудительный развод. Имеется в виду следующее, что по закону Талмуда муж имеет право развестись с женой, не спрашивая, хочет она того или нет. Причем даже обычная причина, которой развод невозможен против воли жены, а именно у мужчины нету средств выплатить по брачному контракту, в случае развода должен выплатить сумму по брачному контракту. Но на самом деле это нисколько не мешает дать развод. А что касается того, чего я тебе должен, так по суду попробуй получить, дорогая. Да, по брачному контракту мужчина должен практически отвечать всем своим имуществом и по постановлению гаонов, и так и прописано в ашкеназских, в тубах и в сепардских, кстати, тоже, до последней рубашки с тела, прямо так и прописано. Но, значит, Хэраб Дарабэн и Гершан постанавливают, что развод принудителен можно только по решению суда. То есть, ну вот до сих пор, значит, решение суда о разводе, еврейское решение звучит в суд, пишет, Ховала Гарыши, обязаны разнести. Но это на усмотрение суда, если есть согласие двух сторон, то понятно, что обычно дается какое-то время. Может, вы подумаете. Но это зависит на усмотрение судей. На самом деле вот в Израиле я вижу практику, когда они видят скоропалительный брак и скоропалительный развод, то они почти не дают время на раздумья и быстро разводят. Ясно, что в головах у судей, не дай бог, еще дети будут. Тогда еще придется. И если делить нечего там особо, то разводят быстро. Если брак длинный, если были с детьми, то это может затянуться надолго. Значит, а особенно, если жена против. Еще хуже, когда муж против. Там еще затянуть можно. Но я знаю, но поверьте мне, в израильском суде по делам семейным это может продолжаться долгие годы. Это тоже, там тоже шансов затянуть это дело. Можно на годы затянуть. Поэтому, когда все говорят, какой нехороший рыбануть, вы посмотрите, что в семейных делах творится. В тех судах. То же самое ведь сбоку. При желании такое дело затягивается. Но при этом главный пункт, который есть, это запрет принудительного развода, в смысле одностороннего развода. Это еще один признак, что я не скажу. На самом деле, отложив это немножко в сторону, я хочу заметить, что там было куда несколько очень важных постановлений, дополнительных. Их, значит, ну вот я смотрю в данный момент версия, которая приведена в Макзор-Витри. Макзор-Витри – это Раби Мушей Звены, по-моему. Это из Ешивы Раши, в которой вышла книжка. Макзор-Витри, там очень много постановлений, порядок молитвы. Это очень важная книжка, которая определяет обычай. Она не молитвенник Витри, а именно общественно-религиозная жизнь в общине в соответствии с распорядком года. Там чего только нет. Макзор-Витри – тот, кто интересуется обычайами, установлением обычая, эта книжка – одна из важнейших. Я смотрю по тексту Макзора-Витри, где это постановление приведено. Надо заметить, что постановление записано ивритом. В ашкинавском мире, в отличие от арабского, кстати, основной письменный язык был иврит. В арабоязычных странах письменный язык регулярно был арабский. Как раз в ашкинавских странах было принято письменный язык иврит. Правда, иврит, ну, в общем, специфический. Так что через него надо продираться. Потому что, ну, он очень грязный, очень регулярно непонятный, он не очень. То есть, может быть, они-то понимали лучше сегодня для… Но, скажем, именно иврит этого периода мне труднее всего читать. Иврит более 8-го периода у меня нет проблем. У Гаонов там, скорее, рамейские тексты, которые для меня легко читаемые. А вот этот немецкий иврит там вот провяжу пары веков, там, безумно тяжелый. То ли он еще не устоялся у них. И я более устоявшись уже версии. Значит, читать вот отдельное удовольствие. Это постановление в том виде, в каком приведена в Махзарвитрии. Но есть еще несколько версий книга Кольбо. Не менее важная книга общинная. По-моему, оба Драгама тоже приведена. Значит, начинается рабейн Герджа Хахера, который установил наш учитель, что человек не женился на двух женщинах. И разрешить это можно только 100 человек из трех разных общин, из трех разных земель. Например, как я понимаю, это Авеньон, по всей видимости. Нормандия и Царфан. Имеется в виду следующее, что Хэром Драгаме Герша, который разрешает, запрещает многоженство, на самом деле имеет в себе одно изъятие. Давайте я просто о самом Хэром, я потом поговорю о изъятиях. Его и вообще. Значит, Хэром запрещает многоженство. Тут идет большой спор, с чего вдруг Рамбейн Мэр решил это запретить. Там разные соображения приводятся. Причем некоторые соображения выглядят, на мой вкус, не очень подозрительно и неубедительно. И они хороши для современных людей, но не очень хороши, как бы сказать, для того вред. У меня такое чувство, что главное соображение во всех этих историях было… Ну вот, вы можете заметить, что где бы евреи не жили общиной, они живут своим законом, по своим обычаям в некоторых вопросах, но внешняя повседневная жизнь, как правило, они приводят к местным обычаям. Ну, естественно, еврейские женщины в мире, где принято ходить, кедри или паранджа, или как там сегодня какое слово употребляют, по-моему, не учителя, не паранджа, а… Это специальное слово, но другое слово принято употреблять. Хиджаб? Как? Хиджаб? Нет, нет. Сейчас другое слово принято принимать, прикрывающее лицо. Ну, в смысле, волосы и лицо. Значит, это еврейские женщины ходили, одевались так же. Кухня, как нетрудно заметить, еврейская всюду, более-менее соответствует местной. Да, но более-менее тут сразу оговорюсь, что, скажем, вот насколько. Вот в Польше, Украине, да, вы замечаете, что еврейская кухня, она скорее немецкая, а не славянская. Ну, вот главные блюда еврейской кухни, они не славянские, а немецкие. Ну, посмотрите, увидите, что они… Ну, Гефилд и Фиш все-таки это… Даже, боюсь, не столько немецкая, сколько французская кухня туда, ближе. Только Лотаринге, это самое. Вот там вот они всегда любили такие паштеты рыбные. Значит, одежда, устройство помещения. Ну, естественно, вот на этом уровне обычно идет смыкать. Многоженство в общине, где это категорически не принято, где христианский брак, он многоженством там даже это невозможная вещь. И многоженец, он как бы две жены – это как бы уже вызывать кривую смешку с соседей. И у меня такое подозрение, что одно из главных соображений было где-то здесь. Второе соображение… Вот когда читаешь современных авторов, они регулярно говорят соображения финансовые, потому что вообще Талмуд, прямым законом Талмуда человек может брать жен сколько случишь. Ограничения есть только у царя. Царь не имеет права брать больше 18 жен. 18 – и все. Правда, рекомендация Талмуда не больше четырех, но это в порядке доброго совета. Но при этом Талмуд, естественно, оговаривает, что ежели человек может давать, может обеспечить всем своим женам то, что называется по еврейскому праву шарк сут ваана – пропитание, одежду и постельное удовлетворение. Давайте вот так. Понятно, что немного найдется мужчин, которые могут ублажить 18 женщин достаточно. Но понятно, что это уже какой-то перебор. Четыре-то многовато. Ну, по юности – да, в более зрелом возрасте. Вот. Но это такое, в рамках оговорки Талмуда есть. Некоторые говорят, что он решил обеспокоиться о женщинах. Некоторые говорят, что финансовая причина, что евреи ашкенадские бедные. Но вообще мне не очень нравится это по причине того, что всякий, кто читал книгу Мишлей, например, книга Мишлей – это Танах, это первый храм, царь Соломон. Ну, через два-три поколения, люди хийские, да. Значит, там хорошо видно, что речь идет о моногаме, что там хорошо видно, что речь идет о моногамной семье. Ну, то есть знать, да, могла себе это позволить, но нормальный человек имел одну жену, и это хорошо видно. Да и в Талмуде проверка по Талмуду показывает, что там, по-моему, из всех упомянутых там персонажей две жены было, вот я не помню, у четырех или у восьми только. То есть это не принято было. Тем не менее. Это для состоятельных людей, в общем-то. Некоторые говорят, что дело в финансовых отношениях. Некоторые второе соображение привозят, что так как ашкенавские евреи очень много занимались торговыми делами, ездили по всей стране, то это для того, чтобы… Есть такое указание Талмуда, что не следует иметь две семьи в разных городах. Что это неправильно. И что вот во избежание этого. Я все-таки склоняюсь к мысли, что это вписаться в жизнь, ежедневную жизнь Европы. Значит, основная причина. Хотя, опять, трудно сказать почему. Значит, дальше, чтобы было понятно, что за постановление. Там вообще в это постановление записывается обычно около 16 пунктов. То есть это постановление очень много сюда проходит. Считается, что одновременно было постановление, которое запрещает читать чужие письма, например. Читал я 19 века комментаторов к этому, ну и исследователей, которые утверждают, что это связано в связи с распространением Европы почты. Но что-то они несут. Почта в Европе появилась намного позже. То есть европейская почта 10-11 веков, держите меня сильно. Нет такой вещи. Передавали сокази. Но утверждается, что там было это постановление сделано. Значит, там есть постановление, которое сегодня выглядит странно, потому что нам кажется другое невозможно. Ну, например, постановление, которое состоит в следующем. Если некто сдает свое здание под синагогу для общины, он не имеет права помешать тем, с кем он находится в неприязненных отношениях, туда приходить. Но представьте себе, что человек стоит на пороге синагоги и говорит, это моя синагога, и тебя я сюда не пущу. Почему? Потому что она моя. Вот это запрещено. Значит, такое постановление, постановление, которое запрещает останавливать молитву, то есть не более трех раз. Значит, тогда было правило, что человек, который пытается привлечь кого-то к суду, тот отказывается явиться, истец имеет право прервать молитву и сказать, что он не позволит продолжать молитву, пока этот не скажет, что он явится в суд. Значит, постановление все-таки ограничивает это право довольно серьезным образом. Значит, одно из самых симпатичных постановлений в этом списке – это, например, запрет удерживать книги, отданные под залог. То есть книги, если человек хочет сменить залог, и в залоге находится книга, то книгу следует отдать, и запрет удерживать книги в залог. Я хочу заметить, что о книгах, которые удерживаются в залог, количество постановлений старых, включая рамбомовские письма по этому поводу, их очень много. Книги – вещь дорогая. И у ученых людей, у которых есть книги, естественно, в обеспечении их долгов или попытке как-то получить долги с них, книги играли большую роль, и они появляются очень часто. До книгопечатания как раз разговор именно о попытке удержать книги, он очень честный. И поэтому это постановление просто вот, чтобы вы поняли эпоху. А что с ученого человека можно взять, если не книги? У него ничего другого ценного нет. Значит, постановление, которое играло существенную роль в случае возложения налога, и это ровным местом проходит дальше по всему налоговому законодательству из еврейских общин, это постановление было принято потом и сефардами тоже. Постановление, которое в случае, если кто-то не согласен с возложенным на него налогом, общинным. Но общины регулярно снимали, даже подушную подать сама со всех и передавала властям. Поэтому она перераспределяла подушную подать внутри общины и превращала его регулярно в подоходный налог вместо поголовного. Всем понятны слова, которые я употребляю в данном случае, я надеюсь. Этим постановлением человек, который не согласен с указом на него налоги, да, значит, собиралась обычно община и просто из-за того постановления, кто сколько должен заплатить, просто по именам. Так как община обычно знала, у кого сколько есть, и с кого сколько нужно. Если кто-то был не согласен с назначенным на него налогом, то правило вот этого постановления требует вначале заплатить, а потом судиться. Человек не может сказать, что я обращаюсь в суд, и до тех пор, пока не будет решения суда, оплатить не буду. Хармдарабейнагершим требует вначале заплатить, а потом судиться. Ну, там, где еще их много, например, некоторое длинное постановление, некоторая часть постановления, связанная с правом сдачи домов внутри еврейского квартала неевреем, и, ну, там длинный разговор про эту тему. Это одна из таких очень трепещущих тем когда-то была, и на ее тему написано еще больше, не меньше, чем про книги на эту тему. Дело в том, что, вы сами поймите, квартирный вопрос в еврейском квартале сильно всех испортил, потому что все хотят жить в еврейском квартале, а границы еврейского квартала очень часто были установлены властями. И выйти оттуда нельзя. Поэтому там, какие там суды были, это уму непостижимо. И, например, в Венской общине до закона о эмансипации евреев существовало правило, что молодой человек не имеет права жениться, пока кто-то не выйдет из общины или не умрет. То есть там это вот настолько, что это было, это венское общение. И это еще 19-е, это начало 19-го века это было. Но в конце 18-го точно это правило действовало в Вене. Но нас волнует на самом деле вот этот запрет многоженства. Он, значит, первое, что самое смешное, что существует по одной из версий. Постановление было принято, то, что нельзя делать вечных постановлений, если вы не автор Палмуда. Общинные постановления должны быть ограничены по времени. Вообще, надо сказать, что я практически никогда не веду в больших общинных постановлений ограниченных по времени. Как правило, либо это краткосрочное постановление, которое по своей природе понятно, что они там. Денежные вопросы, вопросы проживания, что они по времени ограничены естественным образом. Но по одной из версий постановление Раба Мегершева принято. Вот дальше идет спор. То ли до конца тысячелетия, то ли на тысячу лет. Но и в том, и в другом случае. В 2012 году, почему я просил запомнить это, это постановление по любому из мнений оно кончилось. Оно истекло. Правда, оно, тут надо заметить, это никого ничего не спасет, потому что есть постановление Бэй-Дин высшего Рабанута Сыраэля, суда Рабанута Сыраэля, который распространил на всех жителей Израиля. Но вопрос, там в Америке, например, где они могут на этот Рабанут не обращать внимания, ашкенадские евреи как бы освобождены уже должны быть от этого Хэрома. Правда, все, кто по этому поводу пишут, говорят, что Хэром, может быть, и кончится, но найдите Равина, который скажет, что он больше не применил. Более того, скажем, в Израиле в сефардских ктубах, в бракчных контрактах всегда пишут, что муж принимает на себя обязательство не брать вторую жену. Прямо в ктубе прописывается это право, а это прямо в ктубе прописывается. сегодня, то есть тот, кто думает, что ктубу у них очень старый, установленный навсегда вид, нет, туда некоторые вещи вписываются, продолжают вписываться в разные времена, продолжают вписываться. И, например, в современной сефардской ктубе прописано четко, что муж принимает обязательство не брать вторую жену. Да, вот то, чего я начал зачитывать, что ее можно разрешить сто человек, там есть еще отдельные оговорки, и сегодня в Израиле, если кто-то должен жениться второй раз, значит, в каких случаях Харам Дарабейна Гершем разрешает? Значит, Харам Дарабейна Гершем он принят для нормальной ситуации, но в случае, если развод невозможен, например, по отсутствию жены, жена пропала, или женщина больна настолько, что развестись с ней нельзя, а мужчине нужна жена, то в этом случае Харам Дарабейна Гершем это специальная бумага, которая разрешает данному конкретному человеку жениться, для этого нужно сто подписей уважаемых Харам Дарабейна. Надо сказать, что обычно, ну, если кому-то интересно, формально, просто я знаю такой случай, формально оформлять делается так, кто-то из очень уважаемых Харам Дарабейна проводит судебные слушники, постанавливает хавалы Гатиры, что нужно разрешить, выдает бумагу по этому поводу, его секретарь выдает на бланке, под которым нужно поставить 100 подписей уважаемых Харам Дарабейна, секретарь выдает список Харам Дарабейна, чьи подписи годятся. И, собственно, с этого момента клиент должен обижать эти 100 Харам Дарабейна, которые на основании первого постановления чаще всего подписывают не очень внимательно отслеживают ситуацию, хотя, возможно, варианты. вот. Значит, и вот это разрешение этих двоеженцев, но опять я хочу заметить следующее, из нескольких замечательных скандалов с двоеженцами мне в Израиле знакомы, где сердобольный раввин поставил хупу со второй женой без разрешения Харам Дарабейна, Гершин, а потому что это уже невыносимо. Три человека страдают. Первая жена согласна, муж хочет, вторая жена хочет, а хупу поставить нельзя. Я могу сказать, что как только это становится известно в Романуте, немедленно выходит постановление, которому это раввин запрещает, какие бы ни было браки делать. С этого момента все становится запрещены. Любые браки к этому человеку тут же изгоняются из этого общества тех, кто ставит браки. И дальше попытка его поставить хупу над двумя страждущими может кончиться уже уголовным преследованием следующим ходом, если он над другим поставит. Но задним числом этот брак признается действительно, уже никуда не денешься. Брак расторгнуть заключенный как положено, это еще то мероприятие. Да. Значит, это вот Хэрова Дарабейна Герша, на самом деле вот эти постановления, они где-то являются тем, что определяет Ашкинастскую общину как Ашкинастскую. И замечу, что там в Ашкинастской общине читать даже не довелось где-то читать о разрешении даже Хэрова Дарабейна Герша, потому что обычно это не делали известным, чаще всего это делалось в случае сумасшествия жены или ее пропажи, когда ее не могли найти. Обычно делали в новых случаях. И это не особо распространялись об этом, то есть каких-то коллизий таких достойных пера. Я даже не помню, чтобы у европейских, еврейских писателей 19 века были какие-нибудь литературные произведения вокруг этой темы. Они как бы никогда не были. Но тем не менее, вот собственно говоря, я бы сказал, что вот эти постановления 2012 года, они определили Ашкенадскую общину. Я хочу обратить внимание на то, насколько мы близко лежим в этот момент к эпохе Гаона, что уже видно, что общины на самом деле формируются вполне полноценно вне связи с центром вавилонским. Более того, вообще-то до этого обычно постановления, общинные постановления европейские подписывались кем-то из Гаона Вавилона. Им посылалось с утверждением. Это первое большое межобщинное постановление, которое ашкенадские евреи приняли сами, ни с кем не советуясь. То есть это уже внутреннее решение, и я бы сказал, что постановление Херамдера Бену Гершом 2012 года определяет ашкенадскую общину как осознавшую свое существование, как полное сознание своего существования, как отдельное общение Израиля. Вот то, чего мне кажется важным в этой истории, ну, кроме внутреннего содержания этих постановлений. Ну, вот где-то то, чего я сегодня хотел рассказать, и мне жалко, что я пропустил это вовремя рассказывать, надо было рассказывать немножко раньше, дураши, конечно. Ну, вот так вот. Если есть какие-то вопросы, я здесь. по поводу иврита того времени вы сказали, что... Можно у меня что-то созвук? По поводу иврита того места и времени вы говорили, что он очень трудно читаем. Это Раши тоже к этому относится? Очень плохо слышно. Сейчас я попробую что-нибудь сделать со звуком. Да, вот сейчас слышно, лучше. Вопрос по поводу иврита того времени вы сказали, что он очень сложно читабелен. Это Раши тоже относятся к тому периоду? к Раши нет. К Раши и Тосфоту нет. Я могу сказать, главная проблема. Иврит средневековый, до 19-го, даже до 20-го века пишется без знаков припинания. И сегодня постановлением академии языка, например, знаки припинания в иврите, это постановление действовать для школ, ставятся факультативно, то, что называется. Но по желанию пишущего, то есть в иврите нет правил пунктуации как таковых. Просто нету и все. Но средневековый текст не знает их вообще. Если вы видите в средневековом тексте точку, то это абзац. то это знак абзаца. Ну в современной принятой вещи. А абзац это новая глава. Это единственные знаки припинания, которыми они пользуются. Но нет проблем чтения никаких этих текстов. Для любого человека, который привыкли к этим текстам, их читать нет проблем. Есть структура фразы, которую любой читающий очень быстро ловит и без проблем просто видят, как эта фраза построена. Она я несколько раз в разных книгах приводил вначале сноску, почему я не перевожу дословно, и приводил образец дословного перевода, как фраза выглядит в оригинале. Не владея технике чтения, это невозможно. Прочесть это просто надо привыкнуть. Не то, что этому надо учиться, надо просто привыкнуть и все, это невелика наука это делать. Но тем не менее, первоначальные ашкенадские тексты очень трудно читать ровно по причине отсутствия вот этой четко структурированной фразы. Она именно стилистически очень неудобная для чтения. Не хватает предлогов, которые там с помощью предлогов в основном делается структура фразы, их очень не хватает. Они еще вот именно стилистикой не овладели. Плюс ко всему вот ашкенадская ранняя поэзия, она характерна в том смысле, что к ней вот как вот тот из вас, кто видел, скажем, извините за аналогию, но тот из вас, кто видел, скажем, стихотворение Державина, то замечу, что к ним есть сноски Державина к пониманию слов самого Державина. То есть нужно составлять словарь к этому языку, которому он пользуется. Он еще придумывает слова по ходу дела. Так вот, они придумывали слова на так. Причем долго чешешь репу и никак не можешь понять, что и поэзия, скажем, ашкенадского этого периода, это к ней словарь нужен дополнительный, то есть я отказываюсь читать эти произведения, не имея специальных, есть такие тома поэтические, есть такое многотомное собрание поэзии, где филологи профессиональные просто проставляют сноски, что означает, какое слово, потому что без человека-специалиста в этой области тут нужно специальности иметь, что их просто не понять, что за слово здесь стоит, потому что они образовывали слова на так абсолютно. Вот, но потом язык устоялся и понятно, что я более привык к там Раши и после него, где язык полностью устойный. Раши безумно ясен. Вот у Раши никаких проблем с языком нет, он безумно ясно пишет, он это стиль даже кто не хочет понимает. Вот не хочешь понимать, все равно поймешь, он очень понятен. При этом у Раши есть дополнительное вот это учительское свойство у Раши, которого ни до него, ни после него очень у малого количества людей этот талант есть. Он понимает, что неясно читающему. И в нескольких словах, просто несколькими словами вот эту проблему читающего нормального быстро решает. И, скажем, вот это чувство, что надо переводить с арамейского, что не надо переводить. Вот, скажем, Раши, там, где начинается арамейский текст, очень четко знает, какие слова надо переводить на иврит. И, в общем, никогда не ошибаешься, и, скажем, а году на тяжелом арамейском языке, имея перед глазами Раши, можно прочесть и понять. Даже если ты не знаешь арамейского, вот это, ну, а там уличный арамейский пошел, который, естественно, ну, какой нормальный человек знает уличный арамейский. Раши это знает, и он очень четко чувствует вот это, и он очень ясно пишет. Его внуки, вот, структуры письма их, ну, человек, который полгода пытался это учиться, это читать, читает это с легкостью. То есть, он прекрасно понимает фразу, он может не понять мысль, но фразу он понимает. Вот, скажем так, они трудные по смыслам могут быть, но не по языку. Вот, язык, нет проблем с языком. Проблемы могут быть со смыслами, конечно же, но они сложные, то сапот, это сложные комментарии с самого начала. У первоначальных ашкенадских авторов серьезные проблемы именно языковые, но они где-то через век пройдут эти проблемы, язык устоится, устаканится и ясно, что там ученики уже учатся у учителей, как правильно писать, так, чтобы их понимали. Но читать текст этого постановления по Макзервитре нужно напрягаться довольно сильно для того, чтобы понять, кто на ком стоял там, регулярно проблемы, кто на ком стоял. но это, я говорю, но это пройдет, это такой вот грех молодости, общинник еще. Ну да. В европейских языках, например, знаки припинания, они когда появились? Знаки припинания заимствованы в 19 веке, когда началась Раскала, они стали ставить знаки припинания, при этом я никак не могу понять их идиотизма, почему они числа стали писать слева направо, а не справа налево. Я просто не могу понять их логики. Чем им помешало числа тоже писать справа налево? Зачем они такую сложность для будущих программистов придумали? Это же нечто. Зачем вам это понадобилось затруднять себя в жизни? Они почему-то решили, что числа будут писать слева направо. Это оттуда идет, из Раскалы, причем, скажем, легко заметить, в 19 веке и даже в начале 20-го выходили еврейские журналы на русском в России, например, и на еврей. И вы можете видеть, что знаки припинания в них ставятся по правилам немецким или русским регулярно. Ну, так, более-менее, не очень там крепко создают, потому что в советском русском языке знаки припинания это нечто. Это рыдать, обнять и плакать. Зачем вам все это понадобилось? Но они там безумно, ну, по-моему, ни в одном языке мира так жесткой, такой жесткой пунктуации нету. Русский язык в этом смысле отличился. По-моему, да нет, царское время гимназические тоже там пунктуация была страшным делом. Так что нету. такое свойство русского языка, как расставлять запятые. Но они пришли, но видно хорошо, надо сказать, что в Израиле мне нравится, как ставятся знаки припинания, там именно ими пытаются регулировать смысл. Ну, именно вот по желанию автора. Интересно, спасибо. Мир, а можно еще вопрос такой к вопросу о запрете чтения чужих писем? Было ли это, ну, так сказать, как был контекст, если об этом известно? Было ли это отталкиванием от какой-то практики евреев в пользу, так сказать, морального превосходства? Ну, то, что вы говорили о том, чем было индуцировано как бы запрет на макажонство. Что известно о обычаях христиан и мусульман в части чтения чужой переписки? У меня такое подозрение, что у христиан в тогдашней Европе, мы же говорим о Европе 2012 года, вопрос о чтении чужих писем практически не стоял по причине малограмотности населения. Это еврейское общение, поголовная грамотность, включая девушки. Создавало проблему, да, понятно. Создавало проблему, поэтому я даже не уверен, что в европейском мире была такая проблема. В мусульманском мире считалось читать чужие письма неэтично, это правда. Я не знаю, были ли постановления такие, надо смотреть, я не отслеживал этого, ни разу нигде не следил за этим. Значит, я хочу сразу сказать, что, как обычно, такого сорта постановления, они, например, они второстепенные в некотором смысле. И, например, я многократно видел обсуждение, можно ли читать переписку несовершеннолетних детей. И большинство авторов говорили, что, ежели у вас есть место опасения, что дети связались с чем-то не тем, то можно. Другой разговор, насколько это, там дальше начинаются вопросы уже педагогики и воспитания, стоят ли эти опасения подрывут доверие со стороны детей, потому что тут есть еще эта сторона семейных отношений и оправдан ли риск такого рода поступков. По-моему, этот вопрос, ну, он как бы сам должен решить сам, но указать на эту проблему в общем-то следует, что насколько вы готовы подорвать вот таким подозрением отношений с детьми. Хотя понятно, что как отец, конечно же, я предпочел знать, чего там пишут мои дети и что им пишут другие. Вот стоит ли это хотение мое удовлетворять, это уже, по-моему, вопрос очень сложный становится. Ну, да, где-то так. Спасибо. Ну, да. Кстати, вот замечательный одиннадцатый пункт постановления, запрещено выходить из синагоги после начала молитвы, если община останется без миньяна в результате нашего входа. Такое постановление. это входы в Харамда Рабену Герша. То есть они этичны, надо сказать, что они как-то очень сильно сосредоточены именно на этике отношений, мне в этом смысле не нравятся. обязанность заплатить тем, кто дал обед, дать, ну, дать деньги на самом деле, пожертвовать деньги в том городе, где был дан обед во время молитвы. То есть человек, который публично дал обед, пожертвовать деньги, должен деньги заплатить в том городе, где он его дал, а не в другом городе. Вы же сами понимаете, что это финансовые такие отношения и обеты, вы учтите, могли быть очень серьезными. То есть такой стандарт обеты обеспечить освящение синагоги или бетмидраши, вы догадываетесь, что по тем временам это приличные деньги. Ну вот, да и сегодня счета за освящение синагоги тоже немаленькие. Ну да. Ну вот, такие вот вещи. То есть там как раз об этике удивительно, но это постановление, в отличие от многих других постановлений, которое в основном занимается финансовыми и внутриобщинными проблемами, это постановление, которое включается почему-то огромное количество именно этических вопросов. И в этом отношении Хэром Доробейну Гершин стоит особняком. Хотя еще раз, обычно, когда его говорят, имеют в виду запрет многоженства вообще-то. Но там, я говорю, 16, по-моему, пунктов, ну, в зависимости от текста, который перед вами лежит. И того, кто его дробит на пункт, когда еще надо получить. Но там очень много именно вопроса морали там довольно любопытные. Ну, вот так Большое спасибо, мэр. Ну, спасибо, мэр. Тогда всем Агит Шаббас. Спасибо большое. Шаббат Шалом.